Балтком Только на Радио Балтком В любое время дня и ночи Программа Встретились, поговорили Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Олег Пеков в студии Как всегда мы встречаемся и говорим в это время С Ольгой Троицыной, коучем И говорим на всевозможные Темы, волнующие Людей, в том числе сидящих на Самоизоляции. Здравствуйте, доброе утро Или добрый день, Ольга Доброе утро или добрый день Очень приятно снова видеть и слышать Как всегда Разбирая всякие Проблемы, действительно Волнующие людей, связанные с страхами Может быть людей к переменам Ведь все-таки Мы неоднократно говорили о том, что Самоизоляция или какой-то такой Период вынужденного простоя Безделья, это может быть Опять-таки какой-то Волшебный пинок Условно говоря, судьбы То время, которое всегда можно Использовать негатив-позитив И пытаться Использовать это для Самосовершенствования Может быть даже и для смены Работы и каких-то Новых открытий, новых Свершений Вот что С какими трудностями Может быть люди Сталкиваются На этом пути И вот что Могут предложить Чем могут помочь Кстати, коучи В этом В этой сфере Вначале Я хотела поблагодарить Вообще За эту тему Когда мы Две недели назад Заявили, что мы будем На эту тему говорить Как-то У меня было Одно видение Как я могу об этом Говорить Об этом рассказывать Но за две недели И очень хорошо Что у нас не было Даже прошлого эфира Это дало мне Еще больше времени Подготовиться За это время Я посетила Вебинары По карьерному Коучингу Посмотрела Как там это преподается Из каких частей Это все состоит И в общем Углубилась в эту тему И поняла Почему она мне Очень близка Потому что я сама Нахожусь на этом пути На прошлых эфирах Я рассказывала Где я была год назад Кем я была Какая у меня была компания Что я занималась Бухгалтерией И вот в марте месяце Будет год Как я иду уже По пути Становления коучинга И все Что я буду Рассказывать Все, что я буду Не знаю Предлагать Это мой путь Это мой опыт Который я проживаю Сама Нахожусь Исходя из той структуры Которую я подготовила Для нашего эфира Нахожусь на полпути Мне еще идти И идти до Того волшебного момента Когда я пойму Что у меня все получилось И поэтому Наверное Я даже чувствую Что я могу Помочь людям И вдохновить людей На эти изменения Использовать свой опыт Зная уже ошибки Которые я совершила И смогу даже Предостеречь И надеюсь Что мы очень будем Сегодня полезны Нашим слушателям Потому что смена Профессии Это не страшно Это на самом деле Очень здорово И это настолько Если правильно К этому подойти И понять Что это то Без чего ты не можешь Это дает Огромный потенциал И огромный ресурс Потому что Ты начинаешь делать То, что тебе Очень нравится Никто не будет Менять профессию На ту, которая Не нравится И идти по тому пути Который неинтересен Если сейчас Мы на что-то будем Тратить Наше драгоценное время И наши ресурсы Только на то Что нас зажигает И туда Мы пойдем туда Где мы увидим Это светлое будущее Увидим этот свет В конце туннеля Увидим свои успехи И это будет Нас мотивировать Но мы видим Сейчас Буквально Вот вокруг нас Происходят действительно Большие перемены И Ну к сожалению Многие люди теряют работу Многие целые сферы Просто Деятельности Останавливаются Там и туризм И рестораны Ну там можно перечислять И перечислять И Понятное дело Что если Ну Высвобождаются Какие-то людские ресурсы И даже в интересах Самого государства Было бы как-то Переориентировать Этих людей На более какие-то Ну вот Профессии Которые сейчас Востребованы Может быть Вот В данный момент И вот Что для Во-первых Наверное Надо понять Что тебя К чему влечет К чему есть Все-таки Ну не только Такие духовные Предпочтения Но и простите Даже физические Потому что Ну не знаю Там после 50 Может быть Идти в сферу доставки Или ну что-то Ну что-то связанное С физическим Трудом Будет человеку Сложно Если он Все там До этого Время Ну вел Такой Сидячий Образ Жизни И сидел В кабинете Я отвечу С конца Вот это Мне очень понравилось Да После 50 лет Эти в сферу доставки И вообще Слабо верю Чтобы сфера доставки Была Той Профессией Мечты Которую бы Человек хотел Освоить Даже там В 50 лет Да И мне кажется Тут очень важно Понимать Мы зарабатываем Профессии Деньги И работой Или мы там Самореализовываемся Да И вот эта вот Постановка Изначальная Очень важна И перед эфиром Я как раз думала Думала Ну а как мы получали Наши профессии Которые мы сейчас имеем Это же занимало Огромный период времени То есть мы начинали Об этом думать Уже в школе Да То есть мы смотрели К чему у нас Есть склонности Допустим Я хорошо знала математику У меня вариантов Сильно много не было Это экономический факультет По-хорошему Кто был более Хорошая наверное Память Логическое мышление Это юристы Может быть там Журналистика То есть выбора было Не очень много И нас уже готовили Со старших классов Были какие-то техникумы Потом университеты Мы определялись То есть какой период Времени это все У нас заняло Для того чтобы получить Ту профессию В которой мы есть сейчас А сегодня мы с вами Говорим о достаточно Быстрой смене профессии У нас нету там Пяти лет На то чтобы эту профессию Поменять И человек Если сейчас даже Какие-то сферы Закрываются У тебя семья И дети Ну понятно Что пойти конечно здорово Поучиться в университет Да Снова окунуться в студенчество Четыре года Бакалавр Еще в какой-то профессии Ну может ли ты себе Это позволит Да Это уже из ряда Ну такого как бы Супер дорогого хобби Да Просто идти учиться То есть соответственно Если Сознательно человек Уже в таком возрасте И принимает решение О выборе профессии То конечно он хочет Монетизацию этой профессии Да То есть и теперь мы Наконец-то подходим К тому моменту Что сейчас выбор Этой профессии Связан И с реализацией С деньгами Если в юношестве И в детстве Мы выбирали профессию Ну вот к чему У тебя есть склонность Туда ты идешь И потом ты ищешь себя В этой профессии Зарабатываешь Там меняешь компании Двигаешься по карьерной лестнице То сейчас наверное Немножко по-другому Это будет происходить У человека Да И порядок действий Будет совершенно другой И я наш эфир Когда делала анонс У себя в инстаграме Я вообще это назвала Как путь к мастерству Через новую профессию Мне в коучинге Безумно нравится Это понимание мастер Да Мы знаем из Не знаю Из Star Wars Что такое мастер Да Мы не будем говорить Что мастер Который чинит нам Подопроводные экраны Да Это тоже конечно мастер Но если мы говорим О глобальном мастерстве То есть что классно Каждый из нас Хочет стать мастером Хочет стать лучшим В том что он делает И любой человек Когда он идет В профессию Или в какую-то компанию Конечно он хочет Чего-то там достичь Дальше большой вопрос Что с нами В этой компании происходит Да Какой коллектив Какое начальство Дают нам расти Не дают Нас слышат Мы можем реализоваться Или нет Но посыл-то Мы всегда хотим Достичь лучшего И в какой-то момент У нас это желание Оно там пропадает Оно уменьшается Мы меняем компании Или мы приходим к тому Что мы хотим Поменять профессию И вот сейчас Для людей Которые Я даже не знаю Правильно вы перечислили все Это туризм Это рестораны Это наверное Какие-то магазины Которые сейчас закрыты Продавцы в этих магазинах Сидя дома Есть потрясающая возможность Попробовать Мне очень нравится слово Попробовать Не пойти и сделать Не заставить себя Ты никому ничего не должен Попробовать себя В чем-то новом Что тебе точно нравится И в коучинге Есть пошаговая Поскольку коучинг Он пошаговый Он не глобально Про волшебство Что мы вот посидим 40 минут И волшебным образом Мы придумаем Какую-то новую профессию Совершенно четко Пошаговая Можно сказать Инструкция Как достичь этого мастерства Мне очень нравится Вообще Что такое мастерство Понятие Это состояние Естественного Элегантного И удовлетворяющего Решения задач На уровне Бессознательной Компетенции В сочетании С желаемой Открытостью К новому обучению Мне как бы Очень нравится Слово Элегантное Решение задач То есть Не через силу Не через труд Не Там стисну зубы Ты что-то делаешь И Бессознательная Компетенция Что это такое Простым языком Это когда мы делаем Что-то уже на автомате Вот мы Катаемся на велосипеде На автомате Это бессознательная Компетенция А мы едем на машине Мы уже не думаем Куда мы Что мы делаем рукой Как мы смотрим зеркала Как мы вообще Управляем этим аппаратом Это у нас уже встроено Мы делаем это на автомате И вот здесь То же самое То есть Достигнуть такого Мастерства В любой профессии В любой сфере В которой Ты уже не задумываешь Не задумываешься Как достигнуть успеха У тебя все уже происходит И происходит это Легко и элегантно И вот я желаю Тем людям Которые сейчас Послушают наш эфир И вдохновятся Я очень надеюсь на то Чтобы попробовать Что-то новое Они понимали Что вот Они правда хотят Этого мастерства У меня есть короткий Период трудности То есть Любой человек Он всегда откладывает Заначку В кубушечку На период трудности Период не сезона Не ликвидности И еще каких-то вещей Это маленькие трудности Которые очень быстро пройдут Ничего переориентировать Вообще не надо Что за глупости Она там говорит Ну Смотрите Например Мы закрыли мой отель Потому что Пандемия Окей А кто мне мешает Поставить туда Электронный замок И подключить систему BNB RNB И она работает Без контакта Без меня Просто я вызываю Электрика Вставляю электронный замок И он работает Закрыли мой ресторан Вот смотрю Ребят Проезжаю Вот вы мыслите Все время Какими-то категориями Владельца Ресторанов Фабрик Пароходов А вот если вы просто Обычный Не знаю Портье Вас Ну вас отправили В бессрочный отпуск По поводу Из-за того Что отель закрылся Вот что вы будете делать У вас ваша кубышечка Хорошо Она истощилась Давайте Давайте Отель закрылся Все услуги Которые в нем были Они также востребованы Только их надо Немного переориентировать По существующей обстоятельствам Дураки Я понимаю Владельцы отелей Которые вот у нас Заколотили свои здания Просто вот к вам Забыли Обратиться за консультацией Нет Не врите Любой владелец Берет калькулятор И считает Ему на этот Короткий период Стоит делать модернизацию Либо получить Попытаться пособие И закрыться На короткий период На небольшой период Хорошо Я понимаю Но знаете Мы все-таки с вами И не потеряет никого Немножко о другом Спасибо Но во-первых Я хочу напомнить Что нашим Как вы выразились Мадам Зовут Ольга Троицына Это коуч Профессиональный Который помогает людям Приходит когда к ней С проблемами Чтобы постепенно Чтобы постепенно Выявить эти проблемы Их решить А во-вторых Все-таки Мы говорим О людях Которые хотят Изменить свою профессию Хотят Попробовать что-то новое А не о тех людях Которые Ну Хотят продолжать Свой бизнес Да Трудные времена Настали Я пока Закрываю отель Но я верю Что этот отель Продолжит свою работу Там Ну через год Например Ну вот я Законсервировал бизнес И здесь Мы говорим Просто про другую ситуацию Спасибо Да извините Что прервались Я немножко прокомментирую Звонок Поскольку Моя прошлая Профессия Это как раз Бухгалтер Финансовый Консультант И Звонивший На самом деле Ему И тема Мне так кажется Вообще не актуальна О смене профессии Да И это здорово То что он говорит На самом деле Это очень классно Что есть люди Которые не впали В депрессию В апатию А которые видят Выходы Да Относительно И которые относятся К этому Как к временной трудности Потому что Год Для Латвии Любого бизнеса Временных трудностей Коротких Это много И ему В любом случае С таким темпераментом С таким подходом Хватает вообще Финансового консультанта Или даже Бухгалтера Финансового директора Который посчитает Денежный поток И скажет ему Сколько нужно денег Для того Чтобы этот бизнес Существовал Поэтому все очень здорово Просто у нас сегодня Тема Немножко другая Именно смены профессии И я сама из Латвии И я начала свой эфир С того, что я сама Поменяла профессию Потому что считаю Что профессия Бухгалтера В принципе В далеком будущем Я не думаю Что она будет Очень актуальна Я очень надеюсь Что именно Такую скучную работу Ну какую-то И можно будет Автоматизировать Обработка Каких-то чеков Или еще что-то Что понадобится Человеческие знания Какой-то интеллект Именно уже уровня Главного бухгалтера Чтобы это все сводить Но если мы вернемся К нашей теме С чего начать Сидим на локдауне Закрылись наши бизнесы Не понимаем Что делать Я знаю Что большинство людей И правда Смотрит сериалы То есть покушали Посмотрели сериал В ожидании Какого-то светлого будущего Мое предложение какое Просто подумать Что это время Можно провести Со смыслом И вот это вот Слово смысл Я вкладываю Даже в разговор Со своими детьми То есть провел ли ты Сегодняшний день Со смыслом Или ты там Поучился Поиграл И все Поучился конечно Хорошо получил Какие-то знания Но наполнился ли Этот день смыслом И вот его можно Наполнить Этим смыслом И если у кого-то Есть какие-то увлечения Они есть У всех С чего начать Первое Это исследование Потенциала Это намерение В принципе Задать себе вопрос А что я умею Вот я Продавец Или я работал В ресторане Что кроме этого Я умею Про монетизацию Навыков Мы даже сейчас Не будем говорить Потому что Это мы тогда Перескочим С точки осознания Что я умею Прямо в точку Как я этим буду зарабатывать Но если мы говорим О смене профессии То это длительный период Как я говорю То есть у меня прошел год И я еще на полпути Это все-таки О смене профессии Достаточно радикально То есть если я сегодня Продавала В Заре Была например Продавцом на кассе А моя страсть Всегда была Ну давайте что-нибудь Придумаем Чтобы не я на своем примере А мне всегда нравилась Господи Ну например история История Да Там Латвия Например Я читала книжки Я смотрела фильмы Я с удовольствием Ездила на экскурсии По Латвии Да Как я это сейчас Могу использовать Да И вместо того Чтобы сидеть и ждать Когда снова Этот магазин откроется Вы снова станете За прилавок Вы задаете себе вопрос Что я знаю Что я умею Что мне нравится делать И вот Мне например Давится эта история Куда я иду дальше То есть следующий шаг Это зарождение И формулирование Вот этой вот цели Это человек делает сам Тут не нужен пока еще Никакой коуч Да Это просто вот Ты начинаешь понимать А что же в тебе такого Чем бы ты мог быть Еще полезен кому-то Да Какие навыки Ты можешь начать Развивать И начинать учиться Когда На этой стадии Вот это вот Зарождение И формулирование Своей задачи В идеале Находить людей Находить общение Окружение И вот эту вот Поддерживающую среду Которая может Уже на этой стадии Помочь То есть если Нравится история Нравятся гиды Где есть люди Где я их могу найти В какое общество Я могу еще попасть Чтобы начать В этой области учиться Возможно Есть просто Можно взять гида Можно взять какие-то курсы Можно начинать читать Какие-то книжки Мы еще даже не думаем О том Как мы это будем продавать Кому это будет нужно Потому что Если мы уйдем Сразу в эту сторону Вполне вероятно У нас мотивация Тоже сразу пропадет Потому что у нас нет Сегодня очевидного ответа Как же я это буду продавать Сейчас у нас ответ Как я могу Наполнить день Смыслом делать то Что мне нравится Получать свои знания И чувствовать себя Прекрасно от того Что я учусь И учусь тому Что мне нравится И дальше отсюда Когда вот это Вот уже На этой стадии Становится понятно Тогда уже сформулировать Какую-то нишу Или конечный результат То есть что я через Это вот свои знания Умения И то что мне нравится Что я хочу делать То есть я хочу стать гидом Или я хочу В музеи водить Например экскурсии Там музеи откроются И все-таки закрыли Последними Я думаю что откроют Тоже первыми Или вести свой блог Например Стать блогером популярным Который будет рассказывать Об истории Да Кстати Я хотела как раз Вот примеры жизни Чтобы мне просто тут Как это Волшебно рассказывали Девушка не из Латвии Например Гида Я нашла в инстаграм Латвийского гида Которая водит Прекрасные экскурсии По старому городу Я нашла в инстаграм Через знакомую Которая гид в Вене То есть это Не фантастическая история Она просто отметила Сюда где-то в публикации Вот эту вот даму Которую я нашла Сейчас все было закрыто И я у нее Взяла экскурсию С детьми С семьей На два часа По старому городу Как раз это было Перед Рождеством Первая зима Мы еще не знали Что в январе будет зима Да Мы взяли вот эту вот экскурсию Мы два часа С таким удовольствием Проходили Не знаю насчет детей С большим ли они Удовольствием ходили Но они честно С нами отгуляли Потому что гулять детей Не заставить Она рассказала Показала улочки Где снимался фильм Шерлок Холмс И сейчас По-моему По ТВ3 Два выходных В воскресенье Идет Шерлок Холмс Я детей посадила И сказала Вот посмотрите Вот эта улица Которую вы видели В старом городе Вот эта дверь С этими львами Зеленая такая Классная дверь Мы там с вами были И вот Какая конечная цель То есть Гиды Ну вроде туризма Как бы нет Если ты настолько Вот хочешь И можешь И ты делишься этим Пожалуйста Тебя находят клиенты Латвийские Через Австрию И у нее потрясающие посты Она делится Вот этими всеми знаниями Через Инстаграм Потому что она понимает Что это да Временные трудности Клиенты придут Но это не локдаун То есть она с утра До вечера развивается Она путешествует Она снимает Эти видеоролики Да Она нам рассказывает О нашей Латвии За что ей в принципе Очень сильно благодарна И поэтому на этой стадии Если вы определяете Что вам нравится история И вы хотите стать гидом Вы и выстраиваете Эту дорогу К этому гиду Что происходит дальше Дальше происходит стадия Высокой концентрации Когда вы меняете профессию И вам надо не просто Уже вот посидеть И поразмышлять Чем бы я хотел заниматься А уже необходимо Как бы что-то делать Тут надо понимать Основная сложность Будет очень маленькая Отдача И уйдет огромное Количество энергии На это все Да Точно так же Когда я тоже возвращалась Через 10 лет в коучинг Я проходила курсы Это были 6-месячные курсы Интенсив У меня голова кипела Денег нет И не предвиделось Потому что ты учишься На этой стадии Ты просто формулируешь Своё позиционирование Ты понимаешь Как ты будешь выходить Через соцсети Как ты будешь Отстраиваться Как ты будешь заявлять о себе Потому что в принципе Самое главное Когда ты идёшь в новую профессию Ты должен тоже заявить о себе На каком-то этапе Когда тебе станет комфорт Не на этапе Вот я хочу быть гидом Но ещё ничего этого нет То есть ты уже что-то сделал И потом ты заявляешь себя И дальше вот эти вот Маленькие шаги Происходят И на моменте вот этой вот Высокой концентрации После того, как у вас Вот эта вот маленькая отдача Энергия куда-то уходит Ещё чаще всего И не поддерживает окружение То есть вы до этого Были в магазине Получали фиксированную зарплату В том же В любом магазине И тут вы говорите о том Что может быть Я буду меньше работать в магазине Но я всё-таки хочу Реализовываться в профессии Что говорят окружение И мы прекрасно знаем Раньше влияние родителей На нашу смену профессии Или смену работы Это же полная катастрофа То есть как это так Ты работал на хорошей Высокоплачиваемой работе Вдруг ты говоришь Я ухожу во фриланс Или я ухожу Вообще делаю свой бизнес И непонятно Как я в этом бизнесе Буду зарабатывать Но я туда иду Огромнейшее сопротивление Может быть И среды И окружение И знакомых И семьи Которые они понимают Как можно уйти с работы И в принципе Я рада Что моя семья Не сопротивлялась Но по сути Я тоже ушла из бизнеса Который мне приносил деньги В кучинг Который Ну вот Сейчас он монетизируется И чем дальше Тем больше В любом случае Происходит какой-то момент Когда нет никакой монетизации И когда тебе надо иметь Очень сильный Внутренний стержень Для того Чтобы поддерживать себя На этом пути Для того Чтобы тебе не захотелось На полпути свернуть И сказать Нет Ну как-то все очень сложно И вообще Наверное зря Я это все задумал И вернусь-ка я обратно Туда, где я был Вот мы сейчас Действительно Вот на этом месте Не то чтобы вернемся Туда, где мы были Но сделаем небольшую паузу После чего Продолжим наш разговор Я напомню Программа Встретились, поговорили Где мы беседуем с Ольгой Троицей С коучем По поводу смены профессии Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... День в день Час в час Минута в минуту Радио Болтком И на Радио Болтком Мы продолжаем беседу С Ольгой Троициной С коучем Которая рассказывает о том Как сменить профессию Насколько сложно Шагово Вот Прийти к этому решению И реализовать себя И мы остановились Как раз на том моменте Сопротивления Самый, наверное, сложный момент Когда человек уже Вроде бы окунулся В эту профессию Но тем не менее Еще Вот встречает Сопротивление Своих родных Которые, может быть Не уверены в его успехе Ну вот Можем ли мы Сейчас принять Еще звонок Наверное от слушателей Да, пожалуйста Добрый день Да, добрый день Ну вот я вам Немножко скажу Я никогда не был На бирже труда Я имел Людьми Которые меняли Работы Были люди Которые Я был связан Которые работали Всю жизнь На одном предприятии И были те Которые Работали Всех предприятиях Города Риги Рижского района Что я могу Исходя Мне более 60 лет Могу Житейского опыта Сказать Первое Что Государству Нужно поменять Систему То есть Эти деньги Выделены На биржу труда Которые На 8 На 9 Месяц Выдаются пособия Это пустая Трата денег Деньги Нужно тратить Совершенно по-другому То есть Не давать рыбку А научить людей Научить людей Ловить рыбку То есть Что это означает Это означает Что эти миллионы Которые тратятся Бестолково Потому что Люди Идут И сменяют Только ради Того Что Стать На биржу труда Эти деньги Государство Должно Создавать Социальные Рабочие Места Как государство Так и предприятия И тогда Не надо Вам будет Вот эти Передачи Вести А то В противном Случае Вы говорите Смените Смените Вы их Толкаете На беготню Ничего Не поменяется Вы знаете Я не углублялась В тему Государственной Поддержки Но я знаю Что у меня Были клиенты Которые находили Эти бесплатные Курсы Государственные От биржи И на самом деле Они есть Я не знаю Какое там Разнообразие Этого всего Но довольно Интересные Современные Профессии Тот же самый По-моему Даже какой-то Дигитальный Маркетинг Что-то было И мне не кажется Что государство Ничего в этом направлении Не делает Вопрос Знают ли об этом Люди И достаточно ли Многое Это освещено В прессе И может быть Кстати Поскольку Радио Вас слушает Огромное количество Людей Может быть Я не думаю Что это совсем Моя тема Но найти людей Которые И правда Могут рассказать О системе поддержки Смен профессии Потому что Биржа за это отвечает И это точно есть И я скажу больше Что не обязательно Государство Как мы уже обсуждали Вопрос соцсетей Сейчас огромное количество Семинаров Вебинаров И бесплатной информации Есть в сети Главное понимать Чего ты хочешь И где ты хочешь Эту информацию искать Это не значит Я даже Сложно сказать То есть И образование Даже есть Бесплатное То есть Тут вопрос Не денег И я думаю Что людей Осваивание Вот этой вот Новой профессии Останавливает Не отсутствие Финансов А как раз Преодоление Наверное Собственной Какой-то инертности Да Принять вот это Вот решение Потому что Что значит Смена профессии Это тоже очень интересно Я не за то Чтобы вот Как я Была бухгалтером А теперь я коуч Мне очень бы хотелось Если мы говорим О моих ошибках Чтобы я Десять лет назад Получив этот сертификат У меня было еще там Много образования Я и НЛП И интегральное мышление То есть я все эти Десять лет училась Без какой-то цели Это потом монетизировать У меня это вот Случайно Произошло Вот такое вот За год Огромные изменения И я собрала Вот это вот Все десятилетнее Образование В кучу И оно мне дало Как бы толчок И веру в то Что я теперь смогу На этом образовании Как бы работать дальше Полностью Отрезав предыдущее Но я бы рекомендовала Как раз Самое же Приятное происходит Когда у тебя Все хорошо Когда у тебя Много денег Тогда ты можешь Что-то новое начать Но очень часто Когда у нас есть много денег Мы просто сидим И наслаждаемся процессом И мы начинаем Быстро бегать Только тогда Когда денег становится мало И вот эта вот Осознанность И если Мы возьмем Допустим На постоянной бы работе Если бы там В компаниях Или людей Были кучи То скорее всего Это как раз тот человек Который говорит А что ты еще можешь Сегодня сделать Да Вот у тебя там Ты сегодня заработал Не знаю Десять тысяч А как ты завтра Можешь заработать Двадцать тысяч Да И если ответ какой Ой да я не хочу Вот тут тоже Начинается разговор Ты точно Не хочешь Двадцать тысяч Да И кучи Он бы постоянно Вел к чему-то Да Этого человека К такому Очень Как бы Элегантному росту Как мы сегодня Это слово ввели И вот эта вот Осознанность И сейчас У кого У кого хорошо Как раз этот процесс Встраивания Он самый классный Потому что это происходит Встраивание хобби То есть ты получаешь Удовольствие От того что тебе нравится Например ты там Менеджер Высокого звена Тебе нравится вечером готовить Классно Это значит Ты можешь каждый вечер Ты смотришь потихонечку Какие-то обзоры ресторанов Какие-то блюда Ты что-то готовишь Ты вообще не планируешь О том что ты откроешь свой ресторан Но потом в какой-то момент Вот этот вот накопленный потенциал И там лет через пять У тебя как бы деньги есть Ты менеджер бизнес И ты открываешь Маленький ресторанчик Потому что это твоя страсть Потому что ты разбираешься в винах Потому что ты умеешь готовить Ты не будешь там скорее всего готовить Но ты возьмешь повара И ты понимаешь что он делает И ты можешь прийти и сказать Это хорошо Это плохо И твоя компетенция В данном случае Она очень важна И повар не будет делать что-то Что он считает нужным И непонятно как И собственник будет удивляться Почему же уходит клиент Ему четко будет понятно То качество Которое он хочет своим клиентам дать То есть это самое классное Встраивание новой профессии И более болезненно Это как у меня Когда ты вынужден думать о чем-то Но тут вот я поэтому и призываю Думать о чем-то позитивном То есть не смена профессии Сегодня я был продавцом А завтра мне придется Ну не знаю Может быть там в гостинице где-то То есть одно на другое Или там в торговую сеть идти А именно смена профессии В сторону хобби В сторону вот твоей страсти То что является твоей вот глубинной ценностью И то чем ты хочешь поделиться с миром И там на прошлом мы говорили Там написание книги И классно когда ты работаешь А написание книги это твоя страсть А может быть через 5 лет эта книга выстрелит И ты станешь там миллионером Выпустив ее И у тебя не было никакого переходного Вот этого стрессового периода Когда ты сидел без денег Писал эту книгу И вот тут вот этот момент очень важный И если мы возвращаемся к поддержке Когда вот этот наступает переломный момент А может мне вернуться назад Где там было лучше Тут чем хорош коучинг И коуч что он делает Он ищет эти внутренние ресурсы Он ищет эти точки опоры Он напоминает клиенту Эту начальную мотивацию Почему же он вступил на этот путь Если вдруг там совсем сопротивление сильное Тогда коуч может сказать Хорошо давайте поставим на паузу Мы подождем месяц Посмотрим Если вы там передумали Идти этим путем Не вопрос Конечно мы больше не идем А если вы чувствуете Что просто у вас Ну какая-то внутренняя усталость Не хватает энергии Давайте тогда подумаем о том Где эту энергию взять Да Что вас может вдохновить Чаще всего вдохновляет что Обратная связь Когда люди благодарны То есть если в любом случае Вы встали на путь Например там Того же изучения истории И вы понимаете Что может быть полезно Вы может быть с детьми Можете историю делать Помогать Уроки Элементарно Там я не знаю Три евро в час Да Брать какие-то И вы видите эту благодарность Родителей И это будет для вас Супер поддержкой Да Чтобы это все идти Но это тоже все Выстраивается Из маленьких таких шажочков Это система Это не просто Вот А как же мне добавить Этой мотивации То есть ты уже знаешь Из чего будет Как бы Как будет Этот твой путь Выглядеть Да Потому что Я говорю Как в коучинге С чего мы начали Это огромная система Но она есть Она разработана И ты заранее будешь знать Что будут моменты провала То есть ты не случайно С ними столкнулся Утром Да Тебе скажут Ты не волнуйся В какой-то момент У тебя будет откат назад Но мы это преодолеем И это гораздо проще То есть это такая соломка Которая Подкладывается И тебе уже говорят о том Что да Такое может быть Но потом Все будет Классно Ольга Ольга Можем ли еще один звонок Принять Потому что очень долго До нас Названиваются люди Здравствуйте Здравствуйте Да Пожалуйста Ну Энтузиазм Гости Мне прям вот Очень нравится Хотя Часто все-таки Жизнь упирается В такие простые вещи Как например Что в сутках Есть 24 часа И Нужно спать И И нужно Как-то Ну действительно Деньги зарабатывать И все То есть Ну вообще Это звучит здорово Да Но меня некоторые вещи Ну смущают Вот сейчас Много вещей Но назову сейчас две Одна Это то что Скажем так Вот эта вот попытка Избежать риска И Оставаясь на прежней работе Заняться чем-то новым Ну вообще-то не всегда так получается Иногда нужно рисковать Прыгать Оставлять То что было Ну что значит оставлять Это не значит забыть Да Вот это второе кстати Вот замечание Это вот так вот взять И отрезать прошлое И полностью начать с нового листа Мне кажется Что это не совсем верно Потому что прошлый опыт Абсолютно необходимо учитывать То есть вот Даже если там Занимался в бизнесе И пошел Я не знаю Там В психологию Ну это же абсолютно Абсолютно Взаимосвязанные вещи Да На мой взгляд То есть вообще Вся жизнь абсолютно Взаимосвязана Что бы мы в прошлом Не делали Во что бы мы не ввязывались И как бы у нас Это не происходило То есть ничего забывать нельзя Все нужно Нести с собой Но переоцененное Пересмотренное Перепонятое И как-то примеренное На сегодняшний день Да И все-таки вот о рисках Да Потому что когда мы пытаемся Все-таки сложить в одну корзину Все И вот так вот взять И остаться на прошлой работе И заниматься хобби И где-то находить время А там еще у тебя маленькие дети Или немаленькие В общем и так далее И так далее Вообще-то нет Иногда нужно вот так вот Брать, рисковать Уходить И заниматься тем Что тебе на самом деле интересно Несмотря на то Что возможно Два года ты будешь есть Только гречку Но это вопрос выбора Конечно Спасибо Спасибо Я кстати могу добавить от себя Что я тоже ведь проходил Через абсолютно такую же ситуацию Когда раб Ну как историк-архивист Работал в архиве А затем вдруг ушел в журналистику И занялся кино Которое было всегда просто хобби Но тем не менее Вот внезапно Стал писать кино Используя кстати Вот историческое образование Опять-таки какой-то бэкграунд Он всегда Присутствовал Да Если можно Очень коротко Если можно Я попрошу с нашим следующим Да Алло Добрый день Еще разок Я хочу немножко Только не отключайте Сказать до конца Первое что Я Когда я вам ранее Чуть-чуть перед этим Звонком звонил Я говорил Создание рабочих мест Со стороны государства И самоуправления Для устройства этих людей На временные Устройства для работы Спасибо Извините Просто у нас очень мало времени Мы сейчас разбираем Не политику государства С созданием рабочих мест А мы обращаемся К людям Которые хотят Сменить работу Но может быть Боятся вот этого Сменить профессию Я даже не говорю Не работу Потому что можно перейти В рамках одной профессии С одного места на другое А вот именно Что-то поменять в своей жизни Да Извините Что Немножко ушли в сторону Я прокомментирую Предыдущего Звонившего Женщину Это прекрасный Комментарий И это как раз Еще раз Я наверное Сформулирую Есть два момента Как можно Освоить Первое Который мы Очень редко пользуемся Включая меня Как я сказала Когда ты можешь Встраивать этот новый навык И параллельно И то что есть дети У меня тоже двое детей Все мы это прекрасно знаем В сутках 24 часа Там другие вопросы Там вопросы приоритета Вопросы делегирования Я тоже проходила Довольно много курсов По эффективному использованию времени Даже Ну вот условно В рамках домохозяйства То есть что ты можешь С кем объединиться Кому ты что можешь отдать Кто-то тебе может помочь Кому-то ты можешь помочь Чтобы найти это время для себя Точно так что мы проводим Время в транспорте Или где-то Это как минимум полчаса И мы можем что-то слушать В телефоне Не музыку Или просто И смотреть какие-то То есть это все возможно Вопрос Наверное Вопрос мотивации Насколько это важно Но то что касается Иногда надо бросить все И тогда прыгнуть Это Даже я знаю Что и психологи говорят Иногда конечно Это самое эффективное Потому что когда мы Начинаем быстро шевелиться Когда мы достигаем дна Или когда мы все бросаем У нас оттуда появляется Этот вот всплеск энергии У нас этот стресс Адреналин И когда ты понимаешь Что вот это Пендаль Так пендаль Все Назад пути нет Это не очень экологично И поэтому если Вот я бы как коуч Работала с клиентом Конечно я бы не поддержала Решение Что все Выгорело Мне все надоело Работа надоела Все Я сегодня написала заявление Завтра я начинаю новую жизнь Очень тяжело будет его поддерживать На этом пути Чем как если бы он это встроил Но чаще всего Работает Вот если надо прям Вот сильно собраться И сильно себя промотивировать То конечно только Вот все бросить Уйти Но Каждый решает сам По какому пути он пойдет Да безусловно Ну я кстати сразу вспоминаю Фильм Вот вылетело название У меня из головы Но там играли Энн Хэттэвэй И Роберт Де Ниро И Де Ниро играл Уже такого пожилого человека Который по-моему на пенсии Ну вот После смерти жены Он решает все-таки Вернуться на работу И вот Оказавшись В компании Которая продает электрон То есть он Для него это новая Совершенно Какая-то сфера деятельности Тем не менее Вот удивительно Трогательный фильм Который показывает Вот именно Мотивацию человека Что-то поменять в жизни И изменить полностью все Кстати Потрясающий фильм Он назывался Да Не практикант Он стажер Что-то такое Да На самом деле Да Я восхищалась этим фильмом Я его посмотрела Несколько раз Но знаете Какое главное Качество Этого героя Быть Вот то, что мы тогда Скали Что такое мастерство Быть открытым К новому Да Быть эластичным То есть он В какой-то мере Убрал свой Вот этот вот Предыдущий Огромный опыт Да Своё Ну как бы Безусловно Он С точки зрения Жизненной мудрости Он мудрее Её был Да И опытнее Но он смог Это в себе преодолеть И вот это вот Смотреть на мир На то, что мы делаем Каждый раз Условно Как ребёнок Да Что это всё новое Для тебя То есть ты не вторгаешься В пространство Там новой компании Или там В пространство Какого-то одного человека Со всей своей компетентностью В такой броне Которую ты на протяжении Жизни Наращивал Да И ты идёшь И сносишь всё На своём пути Потому что ты такой А наоборот Ты приходишь Открытый Ко всему новому Потому что у каждого человека Мы можем чему-то новому научиться С каждого курса Даже книжку мы можем перечитывать Несколько раз Одну и то же И мы каждый раз Будем находить что-то новое Да И вот если в себе Вот эту вот эластичность И открытость Развить То, конечно, переход И вот это вот Получение новой профессии Гораздо будет Я даже не знаю И быстрее И приятнее Чем если мы Такие закрытые И подходим к этому Что жизнь заставила Кризис заставил Вот это карантин Теперь мне надо думать Кем я теперь хочу быть Это полный кошмар Да Я хочу туда же Где я был до этого Где мне платили деньги И больше ничего не хочу Через такое преодоление Ничего не будет Да То есть Это должно быть Ну какое-то внутреннее Искреннее желание И насчет смены профессии Всегда хочется Какие-то истории успеха Да Помимо фильмов Я была и на конференциях На коучинговых Ну я поскольку По своей сфере Сейчас я читаю книжку Там коуч на Триллион долларов Он называется Это лучший коуч В Силиконовой долине Да Это тренер Футбольный тренер Да Вот он был Из какого-то Городка И кем он стал То есть он работал И в компании Apple И в компании Google Да И известнейшие люди Ему благодарны То есть как-то же Он тоже это сделал Да И вот эти вот истории Успеха и примеры Вдохновения Мне кажется Это тоже является Очень важным моментом В пресмене профессии Да Потому что есть огромное Количество информации О людях Которые это сделали И сделали это В солидном возрасте И в 40-50-е Актерами становились известными Да И людьми богатейшими И домохозяйки Которые выпускали романы И становились просто Миллионерами Да Все это есть Если вы открыты И вы готовы Эти истории успеха черпать И понимать Что вы можете так же Получится все А если относиться Ко всему скептично Закрываться И говорить что Ой ну это у них Это в Америке Это в Англии Это точно не про меня А в Латвии Это невозможно Но никто не поможет Да Вот это тоже надо Как бы понимать Ваши внутренние намерения Я бы все-таки Предложил Продолжить эту тему Поскольку вот у нас Уже время завершилось Разговора А мне кажется Что не расставлены Все точки над И Может быть Какие-то вот моменты Которые вызывали У наших слушателей Вопросы Сомнения Еще не Проговорили мы их До конца Может быть Там попросим Подключиться Вот как раз В следующую среду В 11 часов И вот договорить О том Как с какими сложностями Внутренними сложностями Сможет связана быть Смена профессии И как может помочь Профессиональный коуч Вот в этом выборе В осознании своего успеха Спасибо большое Ольга Троицына Коуч Мы встретимся В следующую среду До встречи В следующую среду До свидания Вы слушаете Радио Болтко